Федеральная земля Бавария, с 1945 года хранившая авторские права на книгу Гитлера «Mein Kampf» или «Моя борьба», запрещала ее новые публикации из уважения к жертвам нацизма. Но 1 января 2016 года Бавария утратила право на рукопись, и сегодня сразу несколько издательских домов работают над ее переизданием. По словам представителей еврейских общин, книга Гитлера остается ярким напоминанием о зле, вдохновленном ее содержанием. Видеть «Mein Kampf» в витринах книжных магазинов, я просто не могу себе это представить. Я надеюсь, это предотвратят на основании законов против подстрекательства. В Германии книга не является запрещенной, и власти страны мало что могут предпринять. Запретить ее публикацию на основании нарушения авторских прав непросто. Однако все, что может быть интерпретировано как преступление на почве ненависти, можно передать в суд. Преступления криминального характера на почве ненависти будут систематически преследоваться в будущем. В защиту переиздания книги высказываются те, кто считает, что произведение Гитлера нуждается в демистификации. А этот процесс потребует выхода книги с аннотациями. «Mein Kampf» нельзя читать как Библию. Эти тексты нуждаются в социологическом и историческом контекстах. Если мы ее переиздадим таким образом, то негативного влияния на аудиторию не будет. Посмотрите, например, группа Пегида, выступающая против эмиграции, цитирует ее, не разбираясь в источнике. «Mein Kampf» запрещена в нескольких странах, включая Австрию и Нидерланды, и остается табу в Израиле, где для изучения доступен лишь ее сокращенный вариант. Некоторые израильские исследователи настаивают, что книгу необходимо переиздать в полном объеме. «Mein Kampf» — важная книга, поскольку Гитлер долгое время думал над оформлением своих мыслей. Она содержит его главные идеи. Часть из них была реализована на практике, часть — нет. Однако даже те идеи, которые не были реализованы, имеют значение, если мы хотим понимать общество, в котором он вырос. Многие израильтяне амбивалентны. «Все очень сложно. С одной стороны, я не в восторге от того, что «Mein Kampf» получит еще более широкую аудиторию в мире, учитывая ее человеконенавистнический контент. С другой стороны, контролировать слово невозможно, и я даже не уверена, что необходимо». В «Mein Kampf» — подробно изложенные диалоги Адольфа Гитлера, заложившие основу национал-социализма. Будущий фюрер Третьего рейха написал ее, отбывая срок в баварской тюрьме за государственную измену после неудачного пивного путча 1923 года.